всем привет сегодня у нас 25 сентября гостей сегодня не будет никаких сегодня отвечу на вопрос если они есть конечно вот так что принципе в начале я немножко отступлю как обычно от темы у нас но есть какие-то постоянные изменения корректировки все остальное хотел бы сейчас просто попросить людей меня понять не знаю или других людей понять в плане того что сейчас у нас очередная мастер-группа набирается вот и постоянно группе будут всякие посты связаны с таким толхозным маркетингом там типа вася спрашивает у народа потом петь и потом и вот я за сегодня уже двое двоих таких удалил что начинать это вот опять демагоги о том что где учиться пойти и так далее вот есть достаточно каналов рекламных и так далее группа не для этого не для обсуждения где лучше или хуже проходить обучение потому что меня есть огромное подозрение что все это чистая замануха вот и мне бы не хотелось бы в этом участвовать и не хочу других людей вовлекать во все эти действия не могу сказать хорошо это или плохо но просто я уже говорил что против рекламы группе если уж на самом деле хотите рекламировать группе обращайтесь ко мне будете платить денежку и соответственно рекламироваться а так это я принципе еще ни разу не искал денег не брал вот где запартнериться можно да это интересно а такие вещи вот это вот постоянно когда группу набрали и никаких вообще постов нет как только начинается набор на группу активный такой последний так скажем рывок и начинается описание так что пожалуйста мимо вот буду банит навсегда то есть специально записывайте аккаунты понятно что можно их налепить но как бы возможности сильно у вас не будет можете не рассчитывать на этот канал сбыток на своих так скажем продуктов вот потом чё еще чё еще интересно хотел рассказать ладно давайте вопросы потому что так ну вот у нас значит во первых хотел сам что смешно и здесь наши небезызвестны где-то после этот не могу просто найти тут ребята мне недавно спрашивали многие спрашивают по поводу дропа не знаю у нас постоянно вот эти происходят изменения на данный момент у нас нет ни одного такого серьезного там маркетингового курса по поводу дропа онлайн арбитража есть ребята которые серьезно этим занимаются естественно есть кто помогает по скромному есть кто предлагает уже так массу массово так скажем вот сейчас алена запустила вот это мероприятие ален придешь расскажешь я думаю на лайве каком-нибудь вот думаю это в сто раз будет полезнее чем но пост конечно полезно но в любом случае лайв тоже будет полезно расскажешь потому что я почитал я чуть-чуть не понял то есть какой формат будет это мероприятие мне было бы интересно что самое смешное мы давно планировали тоже этим заняться но не я лично мои знакомые вот дропом но в другом формате мне просто интересно как вот какой вас формат существует вот и какой мы планируем потому что не хотелось бы ну вообще не хотелось пересекаться и смысл в этом не верит вот по поводу да по поводу твоего вопроса алена спрашивает сколько стоит обучение по запуску и как оно происходит у нас есть три формата все эти форматы в принципе достаточно я вроде расписывал в таблице инструментов находится вот первый формат это как раз запуск товара потому что мы не занимаемся в принципе обучением и просто запускаем товары вот или консультируем если более точно законсультируем людей как запускать товары в принципе мы планировали про дропу то же самое сделать то есть не обучать людей дропу там я не знаю а именно просто запускать бизнес и да и все вот по привату в принципе то же самое просто делаем запуск нас нанимает помесячно на данный момент формат такой происходит это примерно месяц как правило этого достаточно вот и в течение этого месяца мы человеку помогаем полностью на то есть запустить любой товар вот стоит 600 долларов на самом деле мы потом не с кем со всеми также общаемся в точности как и до этого просто месяц у меня есть обязательства после этого месяца я могу отвечать могу не отвечать могу быть занят так далее до этого естественно момента я максимально стараюсь выкладываться вот вот вы должны меня тоже понять я не могу бесконечно этим заниматься вот это касается запуска товара именно когда у вас уже есть товар все остальные форматы это у нас форматы с нуля так скажем то есть человек с нулем пришел или человек уже запускался успешно не успешно не важно то есть он с самого начала приходит и до самого конца так скажем в принципе я много раз читал там мнение разных людей о том что трех месяцев недостаточно там достаточно я не знаю я я работаю по своей схеме соответственно недостаточно если человек работает не напрягаясь потому что в нашем так скажем как в нашей вот этой вот системе мы значительно отличаемся от других из-за того что у нас не надо так скажем на столько лопать и товара то есть как минимум месяц вы экономите потому что мы эти товары уже сами даем да понятно что там нет ответов на вопрос но там есть от чего оттолкнуться и значительно больше чем вы нароете за месяц так что я это рою год уже и веду статистику и плюс все мои ученики там вся статистика все мои друзья и все остальные так что вот так у нас получается значит уже не три месяца а четыре месяца если в обычном есть у нас все формат шесть месяцев но это уже нас нанимают люди которые занимаются постоянным поиском постоянным запуском то есть мы работаем по всем направлениям вот так что такие форматы так по вопросам нет информация если какая-то информация по закрытию входа в октябре ее нет вот соответственно что там у нас еще потому что был один слух у ребят там каких-то заблокировали вот точнее заблокировали написали какое-то письмо но получается так что это все у нас всего один человек и больше ничего не стоит насколько заранее надо договариваться я считаю запуск то есть все зависит от листинга если листинга готов тогда можно в момент захода товара в на амазон ну то есть поговорили пообщались что там нам надо будет фотографии проверить мой фотограф проверяет фотографии подсказывать это можно в принципе заранее сделать у нас у нас нет таких жестких рамок по поводу листинга по поводу листинга то же самое у нас происходит надо как бы нормальный листинга писать мы запускаем товары только с нашим листингом то есть мы сами консультируем показываем что как естественно ваш листинг у нас проходит модерацию так скажем но на самом деле мы делаем листинг заново есть наработки мы по ним работаем я понимаю как от них оттолкнуться потому что для меня листинг это фундамент если фундамента нет соответственно любой дом развалится и здесь то же самое на данный момент с сегодняшнего дня кстати у нас несколько таких шибко грамотных американских друзей наших кто заказывал листинги ну так скажем немножко нас пожурили это прям реально так о том что текст немножко не американский ну реально наш листинг за 100 долларов пишет студент который учится в Америке я естественно не знаю текста я знаю как писать SEO под Amazon меня это устраивает оно работает ну я не знаю может быть там у наших людей с кем мы работали спросить кого мы листинги писали в принципе я думаю накопилась большая масса людей можете поспрашивать вот но сам текст сам текст есть над чем работать у меня есть несколько вариантов дополнительных было как бы накопилась критическая масса и мы все таки попросили вот это ну а тиф English speaker или как они там называются то есть реально носители языка что писали на самом деле надо понимать что американцы американцу родин и есть там я не знаю писатели есть грузчики есть еще какие то люди то есть у всех образование разное и качество разное мы определили простого американца то что за те деньги которые мы сейчас будем выставлять это будет сто пятьдесят долларов но американцы не работают то есть у нас будет теперь перевод перевод полностью носительским языком то что у него ученика очень хорошего товарища жена американка она в принципе готова нам помочь посмотрим какое качество то есть мы сейчас заменим то есть мы сейчас столкнулись с такой ситуацией что просто пишем лично для американцев и естественно но если американец будет по-русски писать я думаю тоже пойму вот и здесь вот эти уже микромоменты то есть уже пошли микромоменты хочется действительно серьезного качества вот и поднимаем планку немножко то есть у нас будет и за сто долларов и за сто пятьдесят соответственно нужен листинг нужно проверка фотографий и нужно анализ анализ ниши в какой цене будем ходить ну вот от недели от недели чуть больше чуть меньше я еще раз говорю там по ситуации запуска в принципе хватает спокойно этих трех недель так что на начальном этапе естественно какие то вопросы там и так далее а потом в принципе уже все четко пошло и все мы на данный момент система такая что я запускаю значит товар запускаю товар ему говорю значит человеку что сделать он запускает то мы созваниваемся каждый день и я контролирую отчеты ну на начальном этапе там это же как получается запуск товара получается такая ситуация что как снежный ком то есть начало по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть и потом все больше 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 ну вот там в начале мы там например раз в три дня созваниваемся потом постепенно все больше 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 и потом на определенном этапе когда все действия мы провели и мы уже опять начинаем все меньше и меньше созваниваться то есть здесь я всегда на связи то есть если информация прошла что-то кардинально изменилось, что-то серьезное пошло, ну вот таким образом. То есть это реально обычный запуск под контролем. Я еще раз говорю, в любом случае, к сожалению, такая ситуация, что часто бывает проблематично. Ну а так мне не принципиально, если человек там отмашку дал, все, на свой страх и риск, я не то, что себя ответственно снимаю, но в любом случае все равно осмотреть. Потому что я однозначно проговорю, или вот человек, который занимается лиссингами, однозначно проговорит, как мы делаем, а ты уже будешь смотреть по лиссингам, что, да как и почему. Потому что я могу сразу сказать, я больше всего не люблю людей, которые не занимаются продвижением и пишут лиссинги. То есть получается, одни пишут тексты, одни пишут семантическое ядро, я не знаю, там ключи и все остальное, а другие продвижения принимаются. Интересная история. То же самое, что я гоночную машину, меня там соберет кто-то, а я на ней поеду. А там забыли, как у нас колесо привернуть, и есть нюансы, короче. Так, Денис, подскажите насчет бустта Амазона для новых лиссингов. В какой момент он стартует с первой продажи или с момента создания лиссинг даже с пустым складом. Тут сложно сказать на самом деле, я могу сказать, как мы делаем, потому что никто этого не знает на самом деле, и что гадать. Вот, мы делаем таким образом. Когда я делаю лиссинг и шипмент, я в лиссинг пишу, чаще всего мне еще лиссинг не готов, естественно. Я беру просто какого-то хорошего продавца, вставляю тайтл его, меняю на свой бренд. То есть я бренд всегда в тайтле пишу, я меняю чуть-чуть там какие-то, может быть, ключи, что мне в голову приходит, посмотрев у конкурентов. Я беру у кого-то буллет, тоже первый, вставляю один буллет и вставляю маленький кусок кейворда, ось, дай кейворда, не кейворда, а дискрипшн, маленький кусок дискрипшн. Вот, то есть я вот эти кусочки вставил, серсер у меня нулевой, больше ничего, вставил размеры, вставили все вот эти моменты, все, запустили, сделали шипмент, больше ничего не делаем. Товар пришел у нас на склад Амазон, мы видим, что на данный момент времени недоступен. Потом он пишет, они в последнее время так стали писать, раньше я не замечал, это что они, например, сегодня 20-е написано, товар будет доступен 26-го продажа. Чаще всего он получает почему-то 24-й продажа, то есть как минимум процентов на 40 быстрее. Но вот с этого момента, с этого момента, я, то есть, когда вот эта надпись появилась, я уже начинаю делать и не верифай, и верифай. Соответственно, я считаю, бус начался. На самом деле, кипа начинает работать, насколько я помню, с момента фактически поступления цены, и у меня на как раз 4-й, 5-й день я уже чуть ли не тупицы начинаю запускать. Потому что у меня уже не верифай подтянулся, там под 50 отзыл, там уже чаще всего чуть-чуть органика пошла. Ну и опять же, это от товара зависит, потому что реально бывают заведомо мертвые товары, вот, заведомо мертвых, к сожалению. Все оптимизированы, это хорошо. Так что, Ален, в любом случае надо разговаривать, там никаких проблем особо нет. Но есть такой момент, что, как я говорил, несколько человек, я по пятной пошел, то есть, навстречу пошли, и он с лейсингом остался, и у нас проблемы. Есть такое дело. Но больше проблема от того, когда люди, очень многие, очень многие, вот есть две породы людей, которые вот такие вот, с которыми тяжело. Первое, это которые никому не доверяют, но готовы бесплатно получать консультации просто бесконечно. Это вот просто самые-самые-самые такие, я не знаю, как назвать. Сейчас, вот, я уже привык, как бы, достаточно четко по этому поводу отвечая, вот, они никому не доверяют, ну, вообще никому. Но почему-то, вот, они очень много задают вопросов, причем там по пунктам, там, десятки вопросов за раз и так далее. Хотя я специально для таких людей написал в посту, что у нас теперь консультация 50 долларов в час. Именно просто, чтобы отсеять. Ну, я не знаю, как еще объяснять людям, но вот такие есть породы людей, которые ничего не читают, они любой вопрос будут задавать. Вот, причем, еще раз говорю, по поводу платного, они очень скептически к этому относятся, то есть все обучальщики туда-сюда, там, все негодяи. Ну, вопроса задавать гораздо. Вот, есть. Так. Сбился я. Вот, есть, 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 ладно. Мысли потерял, прочитал вопрос. Так, знаешь, Диана, что думаешь по поводу нового алгоритма, который поднимает товар наверх? Там, где дело в количестве покупателей, а в количестве товаров, которые кладут в корзину. Я не знаю такого метода. Вот, мы, это самое, не страдаем. То есть, я, я честно могу сказать, к индусам я всегда относился как просто к услуге, которая, первое, приносила мне доход, пускай не великий, но приносила. Вот. Второе, второе, это была подстраховка на случай какого-то ЧП. То есть, ну, вот, не продвинули, не хватило отзывов, там, ППС не заработала. Все-таки нормально. И, единственная, вот, самая полезная вещь вот этих всех продвижений, таких вот тупых продвижений, просто вот взять ключ и выставить на первой странице. Когда мне люди пишут кличку, там, вы занимаетесь продвижением? Я напишу, как, смотря каким. И вот, если мы рассматриваем тупое продвижение на, в топ-10, я не знаю, там, топ-1, кому что надо. Это только нормальный вариант, когда вы по ППС знаете, что там будет продажа, какой-нибудь старый товар, надо его допродать. Да какие-то есть причины, что вы имеете информацию по продажам. Вот, особенно своего товара, особенно, когда с этим же фотографиями, с этим же текстом, с этим же листингом, и одновременно вы там не находитесь. То есть, вы там, out of stock у вас огромный был там, ну, еще что-то. И вот индусы, они помогали. Это факт. Когда вы знаете, что трафик идет по конкретному ключу. Ну, вот, индусы помогают. Вот, остальные методы мне просто неинтересны. То есть, недостаточно ППС, достаточно раздач. И мне интересны глобальные. Глобальные вещи, связанные с внешним трафиком, такие вот вещи. То есть, я двигаюсь туда. Очень медленно, потому что я не специалист в этом. Вот, я ищу также людей, которые также сотрудничают, с которыми можно работать. Просто отсеять этих людей очень сложно. То есть, это надо время, надо, чтобы они согласились, наши товары там бесплатно продвигали. Чтобы мы поняли, что они действительно что-то могут. Чтобы потом предлагать эту услугу. То есть, это такой длинный этап, что я не знаю, когда. То есть, ну, мы над этим работаем, я понимаю, куда надо двигаться. Лично для меня. Вот. По поводу... По поводу этого сказал, значит. Алексей. А что с регистрацией новых аккаунтов, если с нуля стартуют уже поздно? Ну, вот только что вопрос был по поводу того, закрываются склады Амазон или нет, никто не знает. Но могу сказать, в прошлом году это было неожиданно. Я думаю, Амазон просто смотрит на склады, смотрит на статистику и их закрывает. Если это беспредел не будет, то так и... Так и ничего и не закроет. Вот. Потому что нам два года назад трындели, что китайцев нет. На самом деле, за прошлой зимой американцы во всех чатах везде все писали, что китайцы заполонили Амазон. То есть, самая сильная волна была не той зимой, а прошлой зимой. И вот после той зимы как раз на следующий год закрыли склады. Сейчас, может, китайцы подосели, может, еще что. Может, складов настроили, не знаю. Так, это я пропущу, Ален. Так. Так что с нуля можно работать спокойно. Вот. По поводу... Так, дальше, ладно. По волнам не верифай-верифай. На старте PPC автомат можно подробнее. Так, как планируем на днях новый товар запуск. Если у вас уже есть товары, вы планируете. Ну, посмотрите 2-3 видоса назад, я схему подробнейшим образом рассказывал. Просто посмотрите, Денис, ответы, вопросы. Посмотрите, не поленитесь. Там в любом случае что-то для себя поцепить. А схему я уже много раз говорил. Классный листинг, правильный, так скажем. Я не люблю вот эти вот писанины заниматься. Вот. Я не специалист в языке. Я и по-русски нормально писать не могу сейчас. Вот. Главное, чтобы робот меня понимал. Чтобы не было лишнего. Вот. Чтобы все было по полочкам разложено. Я люблю, чтобы все было аккуратно. Все четко. То есть, сегодня это, завтра это. Если не это, то вот это. То есть, ну, для этого надо просто иметь опыт. На самом деле, в бесплатном доступе в интернете все есть. Просто это отсеять очень сложно. Надо ли это? Я не знаю. Плюс, помимо правильной и неправильной информации, есть информация устареваясь серьезно. Вот. Здесь классный листинг. Цена, фото, текст правильный. Все стерем, все дела. Не верифай. Заливаем. Ну, если по-тупому сказать, то это 10% от товарного запаса. То есть, тысячи это сто, пятьсот это пятьдесят. Меньше не запускаем. Сейчас мы вообще переходим на две тысячи запасов. Просто я запарился в автостоке сидеть. То есть, я работаю три недели на нервах весь. Две недели запускаем. Ну, там, двенадцать дней бывает. Соответственно, десять дней торгуем. И месяц сидим без товара. То есть, мы уже, я уже не знаю. Нам, и при чем это, и у многих учеников. Это не значит, что мы классно запускаем. Вот. Есть и неудачные запуски. То есть, точнее, ну, как неудачные. Я уже давно не помню. Ну, есть люди, которые к нам приходили. И тяжело все это идет. Особенно рестарт идет. Потому что, когда на начальном этапе к нам приходили люди, у них буллетов по полгода не было. Не знали, куда их написать. С такими было легко работать. Но когда уже люди приходят с классными товарами, все четко, просто у них тупо неправильный старт. Вот у меня сейчас опыт с нашим товаром обучающим. Out of stock 50 дней. Реально, я потратил бюджеты больше, а получил эффект меньше. Вот. Так что, не знаю. Пока вот на данный момент мы очень сильно экспериментируем. Будем сейчас очередной новый, по-новому все это перезапуск делать. Потому что у нас реально мы торгуем 3 недели, месяцами в outstock 7. Вот. И никак наладить не можем. Уже везем все больше и больше. То есть мы вот сейчас старты, в принципе, все товары закупаем уже по 2000. Вот. Потому что не получается. Не всегда, конечно. Ну, как правило, стараемся просто. Если бюджет позволит. Так. Морь, Алексей, по поводу новых аккаунтов. Просто это непредсказуемо. Это Амазон. Тут смысл еще в чем. Если в прошлом году это сделано неожиданно, и мы были как слепые котята просто, мы не знали ничего. Сейчас в предцентрах море. Сейчас вот просто написать в группе, там предцентр, там, я не знаю, на востоке, на западе, на юге, на севере. И вам, я знаю, в Канаде есть. Рядом с границей есть канадская. Я знаю, в Лос-Анджелесе есть. В Нью-Йорке вот тут все группы запустили этими складами. Да их куча. У меня вообще, мой знакомый принимает, у моего ученика, вот мы подружились, у него есть знакомый. Он хочет тоже предцентр открыть. И сейчас мы хотим потренироваться, я ему сейчас отправляю пример товара. То есть, ну, реально никаких особых проблем через FBM будем торговать. Ничего страшного нет. Потренироваться на старте, первый товар, не надо думать о прибыли. Надо думать о том, чтобы знание, знание, знание получить. Все, знание и веру. Вот, когда есть вера и знание, у вас все получится. Ну, пускай не с первого товара. Я вот хотел сказать, что я давно уже не помню, что мы запустили товары, и мы не вернули своих денег. У меня даже вот товары есть неудачные, ничего такого на что сделать. Вот, некоторые, ну, я ничего сделать не могу там с этими очками дурацкими. Вот, а есть сейчас у меня товары, плохо продаются, мне неинтересно, я им не занимаюсь просто. То есть, мы почти уже полностью деньги выдернули. Он, взяла, текуще продается и продается. То есть, я уже забыл таких времен, когда просто привез им, например, товары и потерял. Так, вот, и за это в любом случае, тут ничего такого страшного нет. Так. Саппорт дальше не будет закрывать. Нам саппорт ответил, что они не знают, не слышали ничего об этом, так что. Так, значит, привет. А они инвойсы как-то проверяют, к примеру, созвание с теми, кто дал инвойс, или переписываются, или смотрят просто на соответствие, что инвойс есть. Леси, я не понял. Вот, Рубек все знает. Два склада, говорит, построили. Так что я говорю, а Амазон тоже развивается, так что надеюсь, надеюсь, этого геморроя не будет. Потому что это реальный геморрой. Но проблем нерешаемых нет. Я думаю, в этом году уже так, в следующем году вообще об этом голову забивать не будем. Привет от типа бизнеса. Вот ребята, которые у нас ролики снимают. Кстати, можно приколоться какой-то фановый этот лайв тоже сделать. Расскажите свою историю. Продвините канал. В принципе, я считаю прикольно. Мне нравится. Анна, по поводу количества товара на старте. Я же еще раз говорю. Товар-товар рознь, если у вас товар за 100 долларов в закупке или за 1 доллар. Две большие разницы. У вас капитал, например, вы должны рисковать своим капиталом на 5%, 3%, 10% от общего капитала. И у вас, например, вы планируете вложить миллион долларов. Я не знаю. А другой человек идет с последними тремя тысячами и у него просто вариантов нет. За это здесь все очень индивидуально. Надо, конечно, отдельно. Я сейчас говорю, самый экономный вариант – это 500 штук. То есть, ну, прям вот вообще вот самый-самый-самый-самый жесткий вариант. Более-менее, ну, тысяча. Ну, вот с тысячей хотя бы прочувствовать товар можно. На 500, в принципе, можно. Опять же, зависит от того, насколько быстро китайцы вам производят товар. Вот у меня ужасный китайцы. Мы, в принципе, им уже нашли замену. Вот. Ну, надо этим работать. Но мы очень много времени потратим. Кстати, самое, что смешное, в Китае сколько мне пытались помочь. И вот мы все время говорим о Китае, там, о посредниках, что они там товары будут искать. Ну, я могу сказать, что вот у меня напарника была помощница. Вот мы ее сейчас опять наняли, она владеет английским. Я могу сказать, что она за неделю нарыла столько, что люди в Китае, несколько людей на китайском, на английском, не смогли мне нарыть в Китае, находясь за три месяца. То есть, о чем я думаю? О том, что они так же по телефону, так же по сайтам лазают и смотрят. Они же не пешком ходят. Страна Китая огромная. Соответственно, спокойно можно все эти вещи заменить и отсюда гнать и узнавать. Вплоть даже, если у вас кто-то есть, кто китайский знает. Ну, он посадил ему телефон. Все то же самое. Вот, ну, реально, она за неделю нарыла больше и результаты не сделала больше, намного профессиональнее. Вот, потому что еще от квалификации зависит, от многих моментов. Вот, я просто в шоке. Если это действительно получится, как вот намечается, ну, просто шикарно. Просто шикарно. Из-за этого вот эти посредники, которые все время от этого бегают и все время их заставляешь, они там ломаются, что там совершенно необязательно. Вот, из-за этого 500. На данный момент на старте вот 500-2000. Это вот для меня такая вот сумма. Я вот сейчас у меня товары, мы везем 4 из Каю. Там по 600, например. Потому что я планирую до сотни раздать. Вот 500 по минимуму. Ну, там в любом случае мы почти на 10 тысяч вкладываем. Из-за этого как-то это... Не помню. 8-9 тысяч долларов. Ну, все-таки так. То есть, 2000 мы все равно везем, как бы. Ну, вот там получается 600-600-800. Вот, из-за этого, то есть, мы все равно 2000 везем, но ввести 6 тысяч, но это жестко. Не, не, я не против. Владислав, ссылок. Я еще раз говорю, у вас фановый канал. Прикольно. Я не знаю просто цель вашей, вашего мероприятия, но в любом случае, если хотите, я с удовольствием с вами лайф проведу. Просто именно такое, как это сказать, даже не знаю, вашу историю, что ли там. Почему вы так решили? Потому что некоторые моменты, когда вы рассказываете о том, как товар запускаете и так далее, он немножко такой, ну, юмористичный подход. Вот, но в любом случае интересно. Мне вот лично интересно. Я бы с удовольствием с вами пообщался. Так, помимо предцентра, есть еще склады, где есть смысл хранить товар, а на преп отправлять по одной коробке. Все правильно. То есть, экономить можно, тут специалистов полно. Препы дорого берут за хранение. Вести 500 килограмм, например, это жесть на пред хранитель. Согласен. То есть, предцентр для сервиса, для переупаковки, для вот этих всех моментов, переправки и так далее. Вот. Надо будет складами заняться еще. Просто я, вот честно могу сказать, я разбираюсь в том, с чем я сталкиваюсь. Ну, стараюсь разобраться. Или просто я, вот как, например, там всякие разрешительные документы, вот у меня, если кто есть, кстати, вот слушает и так далее. Вот с Адуль товарами я до сих пор вот просто, вот может кто-то может мне проконсультировать? Я вот, у меня есть несколько учеников, там мой товар на данный момент, в Адальт, в Адальт товары попал. Я просто, я вообще в шоке от этого. Я просто не понимаю, я даже не могу понять, кто в, ну, то есть нормально понять не могу. Откуда идет трафик продаж, какой-то бордель просто. Сегодня мерчанворд зашли, там вообще ничего не показывают. То есть, я как-то это, не сталкивался с этими товарами давно, но раньше все было нормально. За какие-то полгода они так жестко все изменили, вот, и я что-то, блин, как-то, как-то не понимаю. То есть, есть вещи и даже не хочешь с ними разбираться, честно. Просто, кстати, Ален, ты вот туда хотел, я помню. Вот сейчас мы столкнулись, я даже не понимаю, куда трафик продаж идет, потому что там чуть-чуть по-другому, например, чем с моим товаром. Мой товар просто надо в сексуальные товары зайти, тогда только слева там, под группу, а так ты себя в жизни найдешь. А в других товарах прям сверху написано, не хотели бы посмотреть все, например. То есть, я не понимаю вообще закономерности, почему некоторым так дают, некоторым так, кто-то в массажерах сидит и с надписью там, друг говоря, со всеми, а кто-то не может сидеть. Не понимаю. Так, знаешь, про партии понятно, понял. Лура. Вопрос по поводу инспекции. У меня индексирует 44% ключей, слов, включая одно слово из title, они индексируются. Как можно их индексировать? Не у меня есть такой способ. Нет такого способа. Надо работать. Я процентами не считаю, программы этими не пользуюсь. Я не верю. То есть, вот все эти программы пишут наши вот эти умельцы, рукоблуды. Из них один нормальный, а 10 кривых. Вот. Я лучше через осень проверю, если он индексируется, слава богу. Амазон его видит, и слава богу. Вот. И из-за этих процентов я не могу определить. Чаще всего у меня, так как лисинги короткие достаточно, хотя title достаточно мощный, будет и короткий, и description средний. Вот. У меня title индексируется 99%. Ну, если что не индексируется, я удаляю, естественно, статус. Вот. Я сильно не мучаюсь, я не так сильно дорожу ключами, их много. Вот. Чаще всего все нормально работает. Загадки на исключение. Bullet тоже практически всегда индексируется. Description я не проверяю, а search term я... Что не индексируется в search term, если вываливаются какие-то супер важные для меня ключи, я их вставляю в title. 9 из 10 он начинает индексироваться через 15 минут. Так. Предварительно надо прегоняться такое количество, просто такое количество по финансам на кладные выходки. Если не пред, загоняется перед отправкой в день. Ну, тут уже как бы это... Кому как нравится. Я не знаю, я через пред не работаю, я как бы отправляю просто много аккаунтов, и мы отправляем, то есть, вот эти вот количество товаров. Там 5000 ограничений, 8000, там, не знаю, пока мы не расширялись дальше. Так, Юра, на отзывы все, что именно все? Ну, какой-то коллег, нет, не 600, конечно, нет. Я сейчас говорю, на отзывы, на не верифай, я закладываю 10% железобетон, то есть, я запускаю любой товар не меньше 50 отзывов, 50-100. Вот, так что, отличный буст, у меня очень хороший буст. Вот, не верифай отзыв, плюс я немножко добавляю верифай, и получается просто мега буст, и я нормально себя чувствую. Вот, пока это работает, как некоторые переживают, у нас там всякие бывают ситуации, но работает, работает, не будет работать, я сразу это отменю, мы перестроимся на другие варианты. Вот, и за это всегда ищем нормальный цивилизионный способ продвижения. Вот, продажи верифай будет всегда, но проблема с верифай в том, что он ограничен. Если бы я мог неограниченно верифай делать, я бы вообще бы не гнал. Не верифай там, ну, то есть, не верифай, кстати, классная вещь на старт, вот на старте, вот не верифай, самый важный, это старт, его используют на старт. Вот прямо вот зуб дает, все остальное намного слабее работает, чего бы там ни говорили. У вас помимо буста, просто помимо того, что идут полезные действия, качественные, у вас еще идет количество отзывов, то есть, с первого дня у вас уже есть отзывы, и вы, в принципе, практически, кому нравится там с PPC стартовать, кому без них, все равно будут отзывы, то есть, у вас уже есть социальная оценка, и у вас уже есть вот эта вот штука, особенно в нишах, где там достаточно молодая, там бывает 50-100 отзывов всего, в раз король, там за за две недели. Так, Дмитрий, есть смысл первую партию из 1000, не 10, управлять 500 авиа и 500 моря? Ну, я еще раз говорю, если вот я привожу, и у меня в аутовскок вылетает этот товар, тогда нет смысла, то есть, насколько вы заряжены, насколько у вас есть бюджет, насколько у вас есть знания, насколько вы верите в товар, может быть у вас ниша, где там 5 продаж в день, максимум у топа у продавца, или там 15. Я же говорю, вот опыт, опыт, то он его не пропьешь, то есть, это не знание, то есть, это чисто опыт, то есть, навык, когда вы попробовали, у вас получилось или не получилось. Вот я могу сказать, что если бы мне сказали в мае месяце, в октябре, что я вот сейчас на своем учебном товаре буду продавать, вот у меня сейчас 2 СКЮ, вчера было 83 продажи, я плевался. Если бы мне кто-нибудь в мае, я не знаю, или в апреле сказали, что это плохо, и что там хорошая наценка, там хороший оборот, товар дорогой, вот, достаточно, и 83 штуки продаж, и я бы в лицо плюнул просто. А сейчас сидишь и считаешь, что это фигня. И мы делаем рестарт, нам видите ли не нравится, что такие продажи слабые. Вот, что потенциально там продажи как минимум в 2 раза выше. То есть, это вот такая вещь специфическая. Я еще недавно думал, что 10-15 продаж, старт это отлично. И мы реально стартовали с таких продаж, 7 продаж, 8 продаж. И такие товары выбирали. И не агрессивно заходили. Вот, так что, из-за этого 500 моря, может быть, 5000-5000, то да. Вот, сейчас вот как раз. А опять же, у вас могут быть товары какие-нибудь там, очень габаритные, большие, и вас, например, авиа сожрет весь доход. Тогда, тоже ситуация разная. Просто вы же элементарно можете посчитать. То есть, если у вас топовый продавец, кстати, наши все программы часто врут. По крайней мере, Рамзескоп на больших оборотах врет примерно в 2 раза. Вот, если вы возьмете просто-напросто, посчитайте, столпы у продавца, например, продают там 50 единиц в день. Вот, и вы посмотрели, что по всем показателям вы можете его догнать. Я, опять же, 3-4 месяца назад считал, что верхних вообще, они не до сегами где-то в космосе находятся. И мы ориентируемся только на середину. Но опыт показал, что оказывается, нет, оказывается, их можно догнать, если они не являются какими-то международными брендами, амазоном там и так далее. С этим я не бился. Может быть, из-за этого мы и догоняем вот этих вот товарищей, но со всеми остальными можно спокойно биться. если они не успевают нас говном засыпать каким-то негативом, то вполне, вполне, вот, я не знаю, многие товары доходим там, разница в доллар, стоп мы продавцом и по продажам подтягиваемся к ним и ничего. Они там годами работали, мы вот раз зашли и работаем. Ну вот, если у нас классные товары, опять же, классный лисинг, все классно. У вас вот это понимание классной фотографии, они приходят со временем. То есть, вот я вначале вообще не понял, вот мне все это говорили, говорили, я только потом потихонечку начал это понимать. То есть, это как-то непонятно. Я не знаю, Дэн, насчет склада в США, в любом случае, любая работа качественная, если цена нормальная, плюс там, там же штаты есть налога, специфические налогообложения, может у вас будут какие-то конкуренции предложения, можно работать. В любом случае, ничего из такого нет. Вот эти все люди, которые здесь, я понимаю, что тут 13 тысяч человек, из них, дай бог, активных, тысячи три, наверное, ну, таких реально, потому что одни приходят, другие уходят. И группы не пользуются, или как запасной вариант, или что-то им там надо. Но вот именно, потому что я вижу людей, которые вот, группе, кстати, исполнилось ровно год, 21 сентября, я организовал, набрал народ 22-го, там, Сергей как раз, там, еще вот я смотрел, кто там, самый первый заходил со мной. Вот. И это было как раз, одни были люди совершенно. То есть, за вот этот год контингент поменялся кардинально. То есть, вот именно активных людей кардинально поменялся. И те люди, которые здесь были активны, многие и не стали торговать на Амазоне. Многих не получилось. А многие продолжают работать. Так, значит, дальше. Так, Олег. Денис, во время запуска вы говорите, что делаете? А что делать? А я делаю. То есть, сам выбирает КС, дает ЭЗ, дизайнер, еще и копирайтера. А если я не понимаю, как правильно сделать? Не, но если вы это делаете, то вы делаете. А если мы это делаем, мы соответственно контролером. Вот и все. Однозначно. Мы же консультанты. Мы консультируем по всем вопросам. Просто я не концентрируюсь на мелочах. Наша задача – запуск. А запуск, он состоит из всех составляющих. Просто, еще раз говорю, не каждый товар можно вытянуть. Вот, это факт. Из-за этого надо в любом случае общаться. Так, сложно сказать. А то, что ТЗ-дизайнера, ну да, вы в любом случае будете говорить. Если вам надо будет, например, дать образцы дизайнеру, то да. Но фотографии мы проверим. У меня, мой товарищ фотограф, в принципе, сейчас фотографии делает за 300 долларов. Вот. Не всегда далеко, но если я попрошу сделать, то, что у многих могут дешевле сделать. Дешевле и нормально сделать. За это мы не претендуем. Нас, мы не этим зарабатываем. Мы продажами зарабатываем, в первую очередь. Продажами, консультациями, услугами. Вот. Но мы не все услуги можем взять. У меня нет предцентров. У меня нет там, я не знаю, еще каких-то вещей. Вот. И фотографии, то есть, если интересно, я могу к Валентину отправить. Вот. там уже договоритель, договоритель, сейчас на данный момент ценит 300 долларов. Вот. Все фотографии, которые мы товары запускаем, он делает. Все фотографии, которые проходят через нас, он проверяет. И советует, естественно, если, например, что-то не так, он вашему фотографу, то есть, как там, вам расскажет, что надо исправить. По лисингу, мы вообще лисинг, то есть, можно лисинг, а мы совсем ушли, мы напишем за вас. Это будет стоить 100-150 долларов, в зависимости, кто будет его так скажем, перепроверять, дописывать. А если, если, если вы хотите научиться, мы учим, это все входит в пакет, никаких проблем нет. Человек должен уметь писать лисинг, точнее, он должен понимать, как его писать. Потому что это трудоемкая, геморройная работа. Вот. И за вас никто не напишет. А если мы говорим о лисингах, типа, title, бульты, description, дайте нам 7 ключей. Это не лисинг, это вообще помойки можно. выкинуть. Какие вы скидки? Мы не делаем скидки при раздаче. Мы за полную стоимость продаем, просто мы делаем анализ рынка, определяем цену, в которой будем раздачу делать, точнее, раздачу, а искусственную выкупу. и по ним делаем искусственную выкупу. У нас есть своя, как бы, стратегия. Это по низкочастотникам делаем выкупы, по высокочастотникам делаем, по среднечастотникам. В разной последовательности, в зависимости от ситуации, через трекер все это проверяем и так далее. Кстати, в адалт товарах Амзи Ван Тор ничего не показывает, то есть приходится мучиться. Так что есть свои моменты, нюансы. Роман, Денис, привет. Просить хотел, могут ли быть проблемы, если я сделаю аккаунт на жену и подцеплю его к себе. Если какой-то аккаунт забанит, могут быть проблемы с другим аккаунтом. Но смысл какой? У нас должен быть другой компьютер, должен быть другой IP-шник, ну и все. На данный момент мы сейчас очередной аккаунт открываем. Пионер и Сбер моей жены, а аккаунт на моего партнера. Вот. Ну вот так. Ну там, естественно, опять же, другие IP-шники, другие компьютеры и все остальные дела. А так вот я дома себе второй компьютер как поставлю, все, никак у меня там. Должен уже давно было приехать, но не получается. Вот. Я планирую просто провайдера подключить на провод и все. То есть у меня будет в квартире чистокровных два аккаунта. Вот. Ну а формирование чем-то каком-то сростника. Планировал на жену, но придется, на комплексе оформлять. Где раздаю товар? Ну, во-первых, у меня есть несколько партнеров, которые этим профессионально занимаются за денежку. Например, в первую очередь Сергей, потому что мы с ним вообще все это начинали. Группа Project X так называемая мы начинали. Вообще все. Все выкупы по Verify, ну, по крайней мере, я не знал никого до этого. То есть мы это все начинали, рекламировали, предлагали, объясняли, в чем преимущество и так далее. Я понимаю, что люди это делали просто, но мы как бы это все систематизировали. Но со временем подтянулись другие люди, которые также со своими друзьями, знакомыми, какой-то базой работали. На данный момент в таблице инструментов у меня есть как минимум 4 человека проверенных, надежных, которые делают Verify выкупа по заданиям. Потом есть группа Project X, там ребята сами варятся и занимаются вот этим, друг у друга выкупают, не знаю, чем там занимаются, мне сложно сказать. Потому что там много правильных вещей, много неправильных вещей. В первую очередь неправильные вещи это взаимовыкупы, я не знаю, кто чем занимается, взаимовыкупы, не верифай отзывы пишет, но это просто полный бред. У нас тут, мы тут 10 раз шифруемся, 10 раз там, я не знаю, всякие VPN-ки самые дорогие и все остальное, чтобы сделать грамотные не верифай выкупы. А ребята просто друг у друга выкупают и гачат. Взаимосвязь просто жесткая, даже если вы там в других аккаунтах это делаете, все равно просто эта цепочка, она высыпляется, это очень негативно. Но опять же, я там ничего не запрещаю, как бы там группа по верифай выкупам, но я смотрю, очень многие и не верифают. Я единственное, рекламу удаляю. Вот, рекламу удаляю, но ребята как бы хотят рисковать своими аккаунтами, ну что делать. Я заставить не могу, они будут не там, так в другом месте просить, чтобы мы это делали, потому что очень многие вообще не понимают принцип, что делать надо. и я понимаю их, они экономят намного. Ну вот я как раз вел о тех людях, которые никому не доверяют. Я в принципе такой, я никому не за что не платил, не обучался, я на своих ошибках всему учился. Мне это вышло дорого, я просто не нашел, с кем можно вот именно с партнериться, к сожалению, на тот момент. И потерял какой-то период времени. Так, значит, еще раз, пристартовая цена вынижать. Я не занижаю, опять же, я анализирую рынок и делаю самые выгодные предложения. То есть кто-то за счет коробки выгодность предложения своих подчеркивает, кто-то за счет, там, я не знаю, пастернизации, я за счет цены в первую очередь. Ну вот, я считаю, товар должен быть качественным, товар должна быть справедливая цена, и так как мы стартуем, вначале у нас должна быть одна из самых низких, потому что у нас, например, нет отзывов, то есть нас никто не знает, там на оценке нет. Из-за этого Неверитай как раз нам позволяет достаточно быстро нивелировать эту разницу. И мы перепрыгиваем на уже другой уровень, ну, например, 5-10 дней мы демпингуем, и мы потом постепенно поднимаем. Ну вот, по опыту у многих товаров я поднимаюсь, вот на данный момент по обучению у меня товар есть, который торгует дороже самого топа продавца. Но хуже него, это факт, потому что у меня аутовсток, я как бы это самое, не могу столько-всок вам продавать. Но я знаю, какие есть возможности еще, чтобы увеличить было продажи, но просто я как раз привез 500 штук и очень быстро все распродал. так, один банк, это неважно, главное, чтобы, я так понимаю, разные были эти. В одной банке фамилия, в любом случае можно в суппорт, наверное, писать, по этому поводу. Здесь уже такие моменты технические, это вот амазонские загоны, я лично верификацию проходил с второй попытки, а мы ученик с шестой. причем он тоже в Сбербанке, тоже в России и все делал абсолютно. В конечном итоге я ему ждал свои данные, что я внес, и он вот в шестой попытке его все равно забанили и пришлось ему обращаться, чтобы ему помогли. Именно специалисты по этим всем вопросам. Сергей, а как амазон смотрит на большое количество отзывов к ниверифай, ниверифай, в которых пружинут времени, шансов много на удаление в дальнейшем, должно ли быть какое-либо соотношение? Да, сложно сейчас сказать, ну естественно, смотрите, я же сразу сказал, ниверифай и верифай все вместе. Идет жесткая каша, и покупки, и продажи, и все остальное. Все проверяет амазон Рубик. На данный момент алгоритм у него выстроен так, что проблем нет. На данный момент верифай удаляет абсолютно так же, как наши ниверифай. Разные ситуации возникают. Вот Рубик сегодня столкнулся с нестандартной ситуацией, например. Ну вот, бывают всякие моменты, но 98% нет проблем. мы даем гарантию 2 месяца на это, во-первых. Вот. Во-вторых, во-вторых, что такое соотношение, количество, мы же этого не знаем. Вот. Так что, ну, я делаю, предположим, 100 отзывов. Когда у меня 100 отзывов не верифай, у меня по плану это 100 верифай. Соответственно, за 10 дней мне где-то 100 отзывов накидают не верифай. За это время я продам где-то около 30-40 верифай. Ну вот, соответственно, у меня получается 10 к 4, 2 к 5. Ну или пускай там 1 к 3. Ну, я считаю, на данный момент тьфу-тьфу, я работаю нормально, все без проблем. Не дай бог, какие проблемы будут, я сразу буду по этому поводу тормозить, потому что я сам пострадаю в первую очередь. Что такое верифай? Это когда у вас человек купил товар и написал вам отзыв. Человек может быть заряженный, то есть ваш друг ему деньги скинули, он у вас купил по определенному ключу, чтобы было продвижение, чтобы вы получили еще дополнительный отзыв, ну и так далее. А не верифай, это вам пишет отзыв человек, который не купил у вас товар. Правила Амазона это позволяют. Вот и все. Верифицируем можно с помощью выпуска спионера. Да, я об этом слышал. Но не попробуешь, не узнаешь. Меня бог миловал, так что читал, будем пробовать и так. как правильно заполнить скиворды в первой стороне, на первой стороне, я не знаю, я чуть не пойму. Скиворды в, там что-то это самое, ошибка небольшая, исправьте, какой первой страницы, что там надо. Анатолий, привет, Денис, но ждать совет. Мой товар приближается, калуток стоку, новая партия вернется, вероятно не успеет заехать до нуля. Что делать, поднять цену или вылетать вновь, ждать вновь. Ну вот на данный момент я по этому поводу говорил, а вот и сток непонятная история. У нас товар обалденно продавался, тоже мы его стартанули, дошли до 82 продаж в день по одному товару, потом у нас 2 месяца в аутов стоки висели, в течение этих 2 месяцев у нас было еще что-то 20-30 продаж с возвратов, то есть не успел товар переходить, мы даже не замечали, он продавался. Естественно, все говорил о том, что надо делать, ну надо торговать с этого лестинга. Мой опыт такой, что мы ничего не меняли, ничего не ухудшали, ситуация не изменилась, мы его запустили, потратили больше денег, в прошлый раз я с 36 раздач вышел на 82, в этот раз я раздал штук 40, вышел на 40 продаж всего, обплевался, вот, ничего не получалось, думаю, ну, наверное, ниша упала, продажи упали, все дело вроде классное, все туда-сюда, и параллельно у нас запускался абсолютно такой же товар, ну, похоже, я имею в виду, из этой же ниши все то же самое, просто такой же набор, только составляющие чуть-чуть другие, причем он более дешевый, кстати, набор, мы его запустили, в 30 раздач он дошел до 50, там, и выше, и в конечном итоге я понял, что с нуля стартовать следующее, этот товар мы удушили, как только могли, то есть он у нас сейчас продается, по-моему, 400% на цену, 400%, то есть при вложенных 4 долларов мы зарабатываем 16 рублей, чистим, ну вот, то есть, ну это глобально, и он продается до сих пор там по 40 штук, то есть там, мы его просто душим, остатки сливаем, ну там осталось там 50 штук, вот, то есть мы определили точно, что не будем делать рестарты, мы попробуем сложную схему восстановить, сделать рестарты, но через вариации, чтобы и буст у нас был, и чтобы и отзывы подтянуть, потому что негатива как бы нет, но и привезти очень большое количество, чтобы в аут больше не вылезли, то есть будет информация, когда он приедет, не знаю, в конце следующего месяца, вот, и тогда в ноябре уже будет нормальная информация по ауту, выходу, а так мы на всех парах выходим, если у вас аут короткий, 1-2 недели, не больше, то я советую поднимать цены до тех пор, пока у вас не начнут падать продажи, то есть вот вы продаете, например, на 50 штук где, вот вы начинаете на доллар, на 2, поднимаете, поднимаете, а у вас товар все лучше, лучше продается, вот часто такая ситуация бывает, вот, но если начинает он падать, не сам не роняется продаж, то есть вот вы вылетаете на тех продаж, не надо с 50 падать до 5 продаж, так вы и будете страдовать с 5 продаж, это ужасно, но заработать на этом можем, сергей я уже забыл что у вас работает извините конечно я так понимаю чисто нет верификация да я слышал людей если не ошибаюсь какие отзывы круче хорошо все хорошо когда голова на плечах есть есть опыт вот и есть бюджет и вы основе эти знания используете это и другое и третье то есть там это просто инструменты которым надо правильно пользоваться если мне дается сейчас хирургические инструменты я сразу не смогу сделать операцию на сервис хоть они будут самыми лучшими вот и здесь то же самое хотя здесь конечно много на веса профи если пора простой бренд почему стоит его делать и окупает ли это себя любит уже что время жизнь товар недолго 7-12 но так и есть кому как повезет жизнь такая непонятная модели меняется все улучшается соку бренд если говорить про торговую марку вы зарегистрировали вы можете ляпать на все что под на все подряд вот каким-то мультики выше там смешарики их ляпают там и на кукурузный плод палочки и хлопья и игрушки на все остальное вот это называется торговая марка если вы деньги вложили в него она вас реально какой-то генерирует какие-то продажи узнаваемый составе если у вас торговая марка фуфло это другое дело вот мы сейчас на данный момент регистрируем одну торговую марку это стоит 675 долларов я считаю на того стоит для того чтобы делать бренд регистры делать бренд гейтинг там и так далее тогда то есть вот задача наша такая вот не это не сильно дорого и товары они меняются я же на всей кляпы то есть если пару патент говорит на товар это уже другая история надо понимать что за товар а если по торговую марку ну она меняется модели просто вы на них оклеиваете свою торговую марку и претендуете на уникальность на какую-то и борды на строках страницы я это не прямо александр это я так понимаю серфер может быть не понимаю формулируйте пожалуйста более подробно словом как понять кто круче рифа и не рифа я уже ответил никто секрет все работает хорошо 7 все имеет стоимость еще говорю вы не сможете они верифа я могу тысячу закинуть а верифа я не могу тысячу закинуть понимать и всего нового могу я там я не знаю если у меня возможности я все подтянули за 200 я сделаем я слышал люди делают и по 200 но это должен быть какой специфический товар и он должен быть востребован а так реально это 50-100 раздач на каждый товар не более того а верифа можно и тысячу и будет классный бус как можно ли индивидуальный или профессиональным селером торговать в безопасности фирм на юг площадках спасибо на юг на европе насколько я знаю можно торговать жителям не европы только евро аккаунт жителям европы можно торговать и евро аккаунты и соответственно частных аккаунтов вот давно на европу не занимались все планируем стартануть но всегда что-то вылазит более жирное вот что такое классное и интересное и опять вот европа в нас просто тупо уже денег несколько мы валим сейчас в американский амазон вот и просто нет денег на европу даже вот но и время тратить реально не успеваем 400 процентов наценки дело не наценки на самом деле оглашу он продавался мне не будет такой национал мне полнострады есть процент наценки чтобы он продавался по 150 штук где чем например 400 процентов наценки продавался по 75 штук в день потому что меня больше шансов подлезть вот так что я не зацикливаюсь на этих национал тем более понимать если бы он у меня продавался так действительно всегда это бывает скоротечно у меня есть ученик который дошел до прибыли там 2000 долларов в день вот он год мучился никак там товар не не продавать просто нашли товар обычный совершенно и амзоскоп показывал маленький продаж привезли товар как начал по 8 штук день продавался начался есть у одного человека у него 150 продаж вот ну опять это говоря многих нет продаваться вот много факторов надо вот эти факторы просто отсеивать неудачи и но на ус наматывать удачные заходы вот вот это и есть как раз опыт и навык чему я всегда стремился рекламе ничего не могу сказать сейчас мы идем переговоры у нас все знают есть группа специализированных рекламе ребята занимаются они занимаются обучением я никогда не хочу повторяться и делать то же самое в принципе тоже как бы у нас есть консультация консультации то есть я всегда писал там обучение тогда на самом деле всегда консультировали вот не занимаюсь обучения и я бы не хотел заниматься обучением то же самое и пи пи си вот у нас есть специфическое отношение пи пи си но сейчас переговор виду может быть наш команду сидит ребят которые специалисты пи 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 си может быть нет как договорить вот посмотрим как это все работает если классно то запустим мы планируем тупо тупо консультировать в принципе по большому счету брать на аутсорстами не знаю самим короче время 3 пи си потому что мое мнение мне кажется я может ошибаюсь конечно но достаточно большое количество обучаясь пи пи си и страны не понимать и минуса идет то есть заплатит за курс заплатили мне кажется вот именно спи пи си конкретно я могу ошибаться говорит мое мнение вот что меня специфические отношения пи пи си мне кажется проще нанять людей которые будут настраивать пи пи си его вести вот какими-то гарантиями то есть какими такими моментами тогда я думаю они будут брать не все потому что на самом деле для окна продавца для человек который занимается услугами мне кажется абсолютно сразу понятно что здесь утопия то есть но бывает люди приходят просто вообще с мертвичиной то есть там ничего не поможет эти деньги я очень многим таким говорю просто я не то что не возьмусь я просто говорю вам что какие риски какие проблемы и бывает проще утилизировать товар вот так что по пи пи си пока ничего сказать не могу бюджеты все зависит от товаров там сколько нюансов ничего не могу сказать но может быть может быть мы просто будем брать аккаунты и соответственно вести пи пи си как фарм закрывать его вопрос так генери кейворды теперь это место все стерно почти у всех стало а платные кейворды они как были доступны то есть не надо заполнять так понимаю для вендоров так что можно все заполнять нет и там и ты там там все пока написано и просто туда убивайте там 55 есть строчек как правило еще а сам должен ли я сделать регистрации на упал или достаточно сделать регистрации на амазоне да смотря для чего то есть если вы хотите с торговой маркой просто приехал я приехал и написал там какой-нибудь название бренда проверил там google и проверил на амазоне таких названий нет неважно такой вот и не все и вот у вас там типа приватла его если вы хотите на данный момент делается бренд регистритор и тогда вам надо будет сделать зарегистрацию на в сша обоста по моему там там и есть но я как бы не юрист я просто юристом отдал и они не регистрируют сейчас но торговый марк ну и сначала естественно проверку надо пройти а потом регистрацию подать документы и так далее некоторые ребята я вижу они сами подают ну как бы каждую свою специфика мне на это время нет и я как бы не готов разбираться даже шоке фай сайт могу ли я использую на регистрацию бренда amazon я не пойму почему это дело не в сайте вам надо торговую марку сначала зарегистрировать то есть вас должно быть у вас должна быть на территории если вы в сша на территории сша будет в резин торговый знак про японию но есть несколько знакомых ничего хорошего сказать не могу вот у них пока не особо 2000 чистые прибыли при вложении там я не знаю 3000 но этот опять сейчас валут вылетели опять начали продавать уже восьмидесят продаж нет но сейчас там баксов 500 но я не знаю даже не задумывался честно сказать просто если мы разговаривали он за тя сам не верю то есть он год мучился вот а мы сливали эти товары там вообще измучились выбрали специально аккуратный товар такой простенький такой прям поставили воин как пульнуема и догнали бестселлера ну вот и стали как он продаваться и товар 1000 штук призывы быстро продали приехали с авторстока и сейчас продаем два раза меньше вот как раз та же самая история ну посмотрим что дальше будет там много всяких этапов каждого товара много там бывают переломные моменты когда был заканчиваться amazon там через два месяца то есть будем идти смотреть какая ситуация с каждым товаром рестарты делать может идет значит и ничего герман подскажем инструмент для примерного понимания фи амазон идеи ревеню калькулятор показывает мне 50 процентов по 110 и при себе стоимости в америке 7 8 долларов цена товар доставки нам или так и есть но блин я так не могу вот это сообразить я ориентируюсь до ревеню калькулятор да есть еще калькулятор там и гей называть там не помню таблица инструмент он тоже есть вот и по ним примерно смотрю да и все но просто я торгую обычными товарами небольшими не сыпучими не там льющимися никакими я примерно так знаю то есть и например на 10 долларов примерно 400 долларов фильмы 15 долларов 5 долларов 5 20 и на 20 соответственно около 6 ну и так далее то есть вот в принципе и я и так если я вижу те не соответствует там каким-то программ я начинаю ковырять то есть это или вес какой-то кривой или с товаром какие-то проблемы там он заверцает там размеры заходит то есть достаточно все просто если габариты что-то меня не устраивает я как бы стараюсь не снимать так олег и наверное прослушал как лучше выбрать товар для запаху с тобой сказать рисешь выбрать вместе ли лучше все-таки выбрать близкий по пониманию товар а также улучшению товара я вообще для меня идеальная история существует три вида нам раньше рассказывали разные истории там кому у кого какая стратегия так далее моя стратегия такая что кастомизация нереально сделать на маленьком количестве ну по крайней мере ту кастомизацию которая бы действительно серьезно влиять на продаж товара то есть это какие-то патентные вещи какие-то там я не знаю дизайнерские вещи то есть но это надо большой партий заказами на десятки тысяч наверное сотни тысяч не знаю ничего не надо то есть про кастомизацию опустим я вижу три момента первый момент вы запускаете товар который классно уже продается я вижу момент товар вы запускаете который вы видите потенциально классный но он где-нибудь еще только-только стартану например на степи видим вот новинка вышла на китае вышла помогу не вышла есть товары которые давно уже вроде на рынке и они где-то далеко но почему-то их не в стопах они вроде достойны вот есть много таких моментов но мой любимый момент идеально это когда вы работаем с товарами находите ну просто он производитель или вы находите реальную новинку в которой нет на амазоне при грамотном запуске при грамотном как это сказать бюджете и все вот эти вот вещи в принципе высокий шанс запустить хорошо очень высокий шанс но если не дай бог вы нашли или вам предложили модель с улучшенными характеристиками реально там какие-то новые чипы стоят там я не знаю дизайн обязательно должен быть изменен потому что это будет достаточно то есть если просто дизайн изменен это одно это просто хорошо есть смысл лучше с таким товаром запускать а если дизайн и реальная начинка поменять то есть глобальное такое изменение оценник например так что тот же самый вот и вы видите аналогичные товары с худшим дизайном продается круто но можно на этом даже бизнес построить там на несколько лет не знаю сколько он продержится эта модель если вы будете там периодически меняется обновлять и так далее может быть и продержится но это очень высокий шанс если при грамотном запуске хорошо заработать денег даже вот как раз уже опыт есть такие товары меньше двух тысяч вести вообще без смысла потому что если нормально добавки вливать у него практически не гарантированно конечно гарантированно бизнеса не бывает но очень высокий шанс круто зацепить как дальше идем вот такой вот лучший выбор товара ну а так как обычно это емкость ниша это с подсчетом бюджета насколько вы город гораздо работать это угол тренд что у нас будет через два месяца с нашим товаром и как он будет продаваться и это маржа это в любом случае самую важную вещь так ли они заметят что amazon превращается в алиэкспресс потихоньку вашему и поэтому поводу что китайцы не дают работать я не знаю что подразумевается алиэкспресс или алиэкспресс становится постепенно амазон если считается что товары китайские на амазоне но у нас все товары практически китайские вот если считать что некачественные товары на амазоне я сам офигевает на амазон почему американцы вот так любят мне просто не понимают там одно говно вот просто посмотреть реально дешево какие-то эти куча народа я знаю которые занимаются этими наушниками bluetooth наушники ну это просто я не знаю ну вот еще там какие-то там бренды строить пытаются так далее но само по себе качество продукта сомнительное почему объясню я может быть я ошибаюсь опять же но огромное количество европейских брендов известных брендов которых реально имена там 150 лет которые я куплю в два-три раза дороже они там статьи пишут на лидеров мнения куча сайтов там и так далее реально мощно работает а мы тут пьем и какие-то отзывы собираем каким-то божеством занимаемся и пытаемся не конкурировать ну вот контент я не знаю вы на новостан там боза и так далее там куча куча биц и там и все остальное просто зачем эту дрянь по я не понимаю но есть контингент который покупать видимо просто нам amazon рассказываешь что это типа крутой сайт для крутых зачем им эту дрянь покупать там 30 долларов которые в реале 5 долларов вот я не знаю наверное и брендовые вещи тоже не так дорого стоят но я не знаю я вообще затрудняюсь по этому поводу что-то говорить потому что это принципе вещи которые производятся на эти фабрика скорее всего и для брендованных товаров для реальных брендов но я просто не знаю и как они инженерию туда включают и как они там по любому кучу патентов у всех есть вот моментов много и мне вот в этом отношении amazon не очень я просто не могу понять то есть я вот на него работаю я понять принципе не могу на этой серии душой россии не понять так же здесь то есть я не могу американцы понять что там хорош на амазоне я сейчас только что на в найти заказал там вещей которые мне нужны вот я и я люблю моно брендовый магазин не люблю мульти брендовый там вечно это говно какой-то на собирают ну вот какие-нибудь распродаж я не знаю и потом на тихий такое ощущение будет не больше моно брендовый магазин рай но и на амазоне есть нормальный бренд нормальный вещь просто котелы тяжело реально они засыпали просто все но могу сказать другой стороны три-четыре года назад алиэкспресс была помойка когда я на толпал все закупал с геймерами с посредниками но в любом случае мне тэмо очень нравится а алиэкспресс была реальная помойка сейчас алиэкспресс поднялись значительно то есть если такими темпами будут развиваться года через три-четыре будет круто а если они еще склады откроют ну вообще там я не знаю будет с кем побиться то есть алиэкспресс как бы отойдет своим аукционами там наверное и алиэкспресс реально очень удобно что с отзывами там порядок что со всеми моментами вот эти товары дешевле единство них нет складов но я думаю для этой корпорации никаких проблем нет насколько я помню там они раз в десять них оборот больше чем у амазона вот так что было бы желание но опять это блин до 5 лет поработали на амазоне через я тут за год все поменялось а за 5 лет 10 раз поменяется надеюсь научусь внешним трафиком управлять научимся делать сайты или наймем тех людей которые это классно делать будем просто делиться с ними прибылью и работать каждый будет заниматься своим делом моя задача максимально быстро отсеять эти профессионал зерна плевел ну вот потому что к сожалению очень многие много говорят и не подтверждает это своими делами но это факт вот те же там kickstarter идей какие-то там продвигать аминди гол гол и так далее вот так что по алиэкспрессу алиэкспресс растет он подтягивается к амазона amazon не падает но видимо их она amazon уже диктует условия покупателя если покупатели это фигня устраивает и их это нравится они просто будут что-то менять что-то изменять вот и все если алиэкспресс подтянется и люди увидят те же самые вещи на амазоне дишь который там дешевле еще и склады например вами но amazon придется по портить а так я могу вам сказать что многие вещи китайские фирмы не покупаешь на амазоне они дешевле чем на алиэкспресс например то есть вопрос кто что покупает если какие-то хорошие вещи нормально они реально также стоят на алиэкспрессе одинаково никакой разницы только там доставка еще два дня то есть у амазона даже примусь не всегда это не всегда тогда каким-то ножниц там всякая фигня там прямо откроешь алиэкспресс амазон наберешь этот нам так скажем на алиэкспресс и все те же самые товары там 15 потом так дальше как для них несколько сына большое количество товара в одном комплекте ну опять еще за кто-то ищет кто-то ищет ножей шов поваров каких-то ноунейм а кому-то нужны какие-то японские там булатные стали или еще что вот известные бренды просто мы что же бренды все не знаем сергей дешевом сегменте своя ниша и это 80 процентов продаж ступок на примере bluetooth наушников я не понял например дешевые сегменты своя ниша не знаю может быть нишевые товары полно реально я могу точно сказать что куча народ до сих пор запускается вообще с нулевыми знаниями значит есть еще место значит есть где работать а для профессионалов еще больше раздают ну наверно африканцы миксы их и покупают но им надо чем поярче мне кажется им надо золотого цвета с красными этим как и называется проводами не секасом по нас там не так вторым не где можно сказать с канадой многие работают но ни разу не слышал что кто-то там чем-то рад каким-то продажам вот время занимает это все то есть мы на самом деле стараемся экономить время вот за все хвататься себя не вожать в америке амазон знает все алиэкспресс далеко не все это понятно я не спорю а это же время конечно конечно это все время деньги будет желание алиэкспресс это узнать да и мы вообще на самом деле это не претендуем зачем нам это алиэкспресс мы там не работаем на алиэкспресс придется опять учиться работать я только за амазон пускай работают и я только это буду рад но особо не правила игры не меняем по ходу тесто стоя на 1 3 мексики испанский язык все правильно так что он придется работать вот 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 так еще вопрос есть вопрос и вопрос и ближку потом опять посылаю без проблем сергей а как считаешь какие внешние каналы трафика самые рабочие куда пытался копать команды но тут в любом случае это сложно мне кажется мне вообще я вообще все это начинал никогда в но что я такими делами буду заниматься у меня просто youtube каналов наверно ну но короче вот и такие они там видео например домашние я на ютюбе храним и так далее вот там понят по работе ходе и так далее вот мне там дочь танцами занимается вот скоро в москву поеду сорнования записывать буду так просто ходе вот и на память как прикольно за этого мне кажется youtube один из самых крутых каналов я на днях сайт смотрел фейсбуке например попал на канал дальше на видос чувак просто показывает как делает гамбургеры то есть он там взял там гриль засунул туда свинину шею там помариновал заделал там все это сделал все приблуды градусник подключен короче по полной программе и потом у него мы перешли на youtube канал под видео было писать и в описании была ссылка на лендинг просто лендос и все такой прям супер минималистический там я не знаю белый фон текст немножко и ссылка на мазал там все продавалось там градусник продавался там тарелка вот этой сфальги продавал гриль не помню короче вот все что можно там все продавалось вот если вот этот формат ютюба было бы сделать это было бы круто это один из форматов такое мне кажется на перспективу очень крутой потому что ты видишь как используется товар тебе никто не рассказ ты увидишь в реальном если человек адекватно нормально покажет нормально расскажет преимущество тогда ютюб мне очень нравится я им много занимался ну как бы вот так это youtube это естественно google это естественно facebook это естественно типа инстаграма типа пинтереста там и так далее это уже вот такие вот момент просто у каждой сети у каждого канала и есть свои специфики вот здесь надо когда все учитывать этого должны специалисты там маркетологи этим заниматься я не подскажу сам хочу этому научиться хотя бы какие-то вот такие хотя хочу просто на данный момент не сделать сайт например на который будут гнать там гугла или ахут а хочу хочу просто получить дополнительные продажи смешанный тракт научиться их генерировать то есть вот мы сейчас запускаем таким образом я хочу запускать еще еще дополнительно потом когда это я пройду этот по-любому мы дойдем разберемся чтобы самым дешевым и самым эффективным вот надеюсь что-то получится просто пока 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 не получать вот не нашел я себе таких партнеров нашел вот еще нашел но как-то что-то все там у них времени то еще что то есть интересное такое вот внешний трафик для меня сейчас очень важно если кто-то есть по внешнему трафику обращайтесь я всегда найдем чем заняться так все пропустил как здоровье для ничего нормально бывает давление чем там в черном фильме глава разболит сам так дмитрий доме спасибо я прослышал инфу что 30 процент продаж то испан говорящий вот интересно что делал с этим но америка она че испан говоришь я не помню насколько я помню испанский самый странный язык в мире личность вообще-то нет не может быть китайский план неважно на википеде читать там просто испанцы любом случае много и в испании мексике насколько там живет мексика народа 110 миллионов по-моему что такое так что не удивительно или или 90 и несколько у вас сейчас рабочих товаров да немного на самом деле расскажу расскажу раз два три четыре пять 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 да там пока стоит едет час оплаченных еще три четыре пять шесть шесть оплаченных уже едут но делается ли едут сейчас оплачиваем еще три и вот и еще два планируем оплатить ну то есть к новому году мы как бы я думаю там десятка будет дело не в количестве на самом деле некоторые товары я ускидываю вот некоторые набираем потому что постепенно со временем переходим от количества штук продаж как оборота то что оборот более важность оборота зарабатывать но это вот плавно постепенно переходим здесь на данный момент все что я делал три с полтора года вот этот полгода будут таким самым горячим надеюсь даже не то что но вот мне просто так получилось что к новому году пока все это идет вот я не стремился новым году меня нет праздничных товаров я не загоняюсь по этому поводу то есть она длина дистанции вот из-за этого как получится сама идет само собой тихо мирным постепенно вот он товара 10 будет моя задача вырос получать доход с минимальными так скажем потерями но и все вроде давно ничего не теряли так потихонечку какие-то мелкие такие бывает споткнешься где несколько сейчас это был денис пожалуйста расскажите как делать раздача при запасе кому таким образом ну первое что говорят не верифай они экономят на верифай второе я раскидываю по низкочастотникам выбраны по одной штуке в день все зависит от бюджета количество этих ключей после этого когда у меня пробиваются высокочастотник я заливаю волны после волны я заливаю соответственно индексацию проверяю листинга заливаю запускаю автомат продолжая низкочастотник раздавать все зависит опять же от бюджета товара и какой результат у нас получается от раздачи бывает некоторые товары выставляешь на сразу продается а бывает и 40 раздачи не хватает нет так значит это еще думаю я думаю для многих будет актуально не планирую составить команду для обязательства кусками супер я знаю ребят ко мне обращались которые этим занимаются но нечет пропали если меня слышит от отзовите то есть ребята делали как раз поддержку меня не так много вот этих вот писем и всего остального так что пока я с этим не сталкиваюсь вот но при спутешествие говорю вот чем более профессиональный становитесь тем вы больше понимаете и задает правильный вопрос вот я перед теми же вопросами стою просто каждую задачу мы решаем постепенно но сейчас мы нами там одного человека то есть у меня уже в команде там не начало 6 7 который один одно дело другой другой я не плавно идут то есть у нас нет такого что мы зарплату платим просто я даю какой-то кусок работы человек с этого зарабатывает кто-то это кто-то то вот сейчас вот человек уже наняли на зарплату вот то есть закрываем дырки будет непосредственно по поддержке общаться тоже будем человека брать вот или нанимать кому-то давать эту работу за нас по поводу всяких а чем чем мы занимаемся я принципе рассказал вихрями 2 там 34 мы не занимаемся мне просто это не надо я не знаю зачем это вот то есть ребята некоторые тем это делают делали вроде успешно некоторые не успешно точно есть вот так что я даже не знаю просто каждая схема продвижения она рано или поздно ускоревает вот я не знаю сейчас то есть она работает нет на старте работает точно вот ну сами знаете если кривые руки тут ничего не поможет ни два вихря просто есть стратегии простые я исхожу от простого вот есть стратегии более сложные вот например стратегия с вихрем она имеет свою специфику там есть нюансы по-любому вот из-за этого организовалась достаточно быстро команда людей которые стали это за бабки делать ну я чё говорю я не люблю искусное вот это искусственно когда мы даем не верифайл вас хоть верифайл 100 штук останется и гарантия и boost еще есть а здесь что здесь ничего здесь вы какие-то лайки непонятно там пройдут они пройдут какие-то машины на фейсбуке этого аккаунт заблокировать то есть из-за этого я заведомо заведомо очень там на тоненького то есть мне кажется но я могу ошибаться я говорю мне это неинтересно мне освоить все хорошо работает какой возраст уже хорошо работающих товаров да и нет особого возраста я же говорю с мая месяца запустили тот товар начали активно запускать свои товары а чужие товары запускаем вот в большом счету с конца того будет будет лилая паша пифая я из этого говорю мне то сейчас на данный момент как раз такой переход на следующий уровень то есть есть результаты с чужими товарами и со своими но недолгоиграющим то есть они повторяются но как бы это никак наладить не можем нормально ну вот из-за этого сейчас как бы и тренируемся за это мало товар много везем но будет интересно будет интересно наверное бежать января результат понятен будет так будет ли лайфо шипи пай не дробь а как сделать с магазина работать по системе привозка я этим не занимаюсь и в этом не разбираюсь человека евгения приглашал он все рассказал он занимается курсами там людей обучает что-то продвигает вот мы с ним договорились о том что он будет запускать мои товары бесплатно ну практически бесплатный бесплатным на сто процентов я об этом буду рассказывать показывать будем отчитываться так далее на данный момент прошло уже три или четыре недели результат ноль вот обещал мне вот в этот вторник что она начнут вот начнут буду рассказывать не начнут рассказывать будет не о чем потому что говорит что очень занято хотя в принципе вот говорим о другом да я не знаю что тут этот аватар какой наклеить наплел его ну вот я такой еще дизайнер счеток да да я тоже об этом думаю но это не знаю что туда короче наляпать в принципе обозначение на самом деле не меня а это фейсбук страницы вот и хотелось именно то есть то черное мне какой-то там круг я мы то это именно чтобы аватарка просто выделялась среди масла вот надо что-то нарисовать так а если с алгоритм по поиску и анализом продуктов или просто ищу то что по душе или что в голову приходит или есть ну во первых начнем с мало нас есть таблица статический амазона я начал делать сентября месяца прошлого года и до сих пор мы и продолжаем расширять и собирать статистику на данный момент мы доступ к этой таблице на месяц продаем за 200 долларов если интересно тогда пишите мы некоторым людям даем доступ как бы но облегчает понимание амазоны думаю значительно вот и оптимизирует время ну то есть для кого важно это важно для кого для новичков которым надо набрать 50 товаров вот например ну может убивать свое время там я не знаю много вы ничего там особо не найдете если у вас знаний немного эта таблица вам даст глобально просто знание потому что я вижу какие товары проверяет или предлагают вот то это просто слез наворачивать вот в таблице по тысячу ключей по тысячу ниш точнее те которые хорошо и что и продают далеко не все далеко не все надо запускать но вот там там в этой таблице находится абсолютно все что продает мои друзьям продаю я продают мои ученики или продавали и так далее так далее так далее вот того кто нас консультирует естественно я это все с комментариями но вот например опыт продажи листингов на сторону показал что очень много реально есть спрос просто на листинге то есть никто не хотят например на основе мать я понимаю дорого или неинтересно и так далее но листинг нужен многие же по 3 по 4 листинга заказали значит все таки работа неплохо но мы стараемся это улучшать то есть если есть какие-то жалобы и все остальное мы стараемся максимально быстро отреагировать вот сейчас на данный момент сегодняшнего дня мы запускаем носители языка пускай сидит там переводят вот да это будет дороже но вы сами понимаете там в америке за бесплатно работ никто не будет наши белорусские студенты делают листинг на определенном уровне к сожалению даже живя в америке вот но вот так таблицам таблица дает информацию сейчас что какие будут продажи какой бы сэра будет например в октябре вот или в ноябре по каким-то группам товара мы постоянно ее добавляем постоянно вершире на данный момент так как мы это все используем на обучение в основном и есть сильно не не развиваем так старым но если будет спрос на это я принципе могу туда добавляет постоянно этим заниматься ну был бы спрос так вот информация достаточно есть люди которые купали может быть тут напишут но я еще ни одного негативного об этом не слышал вопрос стоимости опять же посмотрите посмотрите сравните с аналогами ну вот если вы найдете таких там и беталки по моему такие данные дает у него своя специфика а так больше я ничего не знаю вот и по поиску товара то есть я поиск эту таблицу по поиску когда что в товар 100 в эту таблицу не входит естественно я иду или пойду например если не надо будет расширять и увеличивать или искать новые товары ну вот это я буду искать именно то чего я не знаю то есть от обратно потому что достаточно много знаешь от обратно уйдешь и что ты видишь что такое там бестселлер там или еще где-нибудь болтается или группах начинает раздавать или в каких-то сервисах вот начинаешь думать что это за фигня вот и еще сможешь 1 раздавить 2 раздавить 3 как реклама если кетчуп начали раздавать значит весна наступила вот значит шашлык пошли вверх также здесь если зима начинает сейчас начнут плюстрами торговаться на осветительными украшательством и всем остальным по 1 год вот то есть но это достаточно закономерно все понятно вот так что по товарам на самом деле если честно я вот эти 800 набил товаров статистику веду сейчас ребят прошу что то что раньше все сам я вручную один делать сейчас у меня по обучению ребята этим занимаются помогать мне по одному ключу например то есть по одной нише вот вести статистику и получается так что он я уже начинаю забывать и периодически сам бывает про хочет то есть мозг так скажем очистился набрал какой-то новый опыт знаний что-то услышал что-то увидел что-то прочитал и и заново уже воспринимать даже самая таблица за это я многих учеников заставляя хотя некоторые просто игнорируют и не понимают эту ценность некоторые люди платят они понимают но это в основном виды для совсем новичков или для тех кому надо развиваться чтобы не тратить просто время то есть два два вот направления людей это всегда это экономия времени глобальная просто то просто глобально то есть вы то что будете искать на амазоне вы можете сэкономить как минимум месяц на просто поиски просто каждый день и по мукам и разбираться как алгоритм работает все эти подкатегории я вручную перебирал то есть я когда первый раз я заполнял я убил три месяца я думаю это стоит того вот потом чем кругозор и и для новичков просто понять вообще как продается в каком количестве продается что продается думаю много будет интересно и непонятно вообще какие товары продаются какие-то там кобуры для пистолетов там мишени стрелы и какие-то такие товары но в здравом уме в жизни даже об этом не придумать ну нормальный человек точек так вот такой поиск товара у вихря проблема изначально в непонимание специфики фейсбука я не знаю сейчас говорю вообще не вникал естественно все эти видосы записи все это было и я даже не смотрел у нас как бы есть своя стратегия вот например ребята сегодня разговаривали как раз переговоры ведем по поводу ведение людям ппс потому что мы как бы делаем запуск и потом как бы на других стадиях надо уже более серьезно 50 носиться то есть работать ну для меня так а многие запускаются с ппс там чуть ли не с первого дня набрали там не верифай десятку двадцатку там полтос и ппс запускает причем не только автомат а вообще все подряд вот мы так не делаем у нас как эконом вариант вот но некоторым надо это и у моих учеников есть востребованность на это тоже и может быть это можно систематизировать просто есть два направления самому научиться ну вот пример ппс вот пример лисинга показывает что большая часть людей хотя чтобы им писали лисинги то есть я их заставляю чтобы они понимали хотя бы проговариваю как это все происходит многие просто платят человеку чтобы он это все делал но можно и научить вот а там ребят как раз хотят не хотят ничего там никого особо обучать потому что это сложная тема и далеко не у всех это получать так дальше баха как дела как как делать лисинг не имея хорошего уровня английского никак мы отдаем просто американцу которое все уже доделать до конца вот принципе все что там делал тем более мы и же не пишем поэмы или там какие-то сложные фразы мы занимаемся села по словам словарной запаса другие проблем нет вот а сложные предложения составление как раз американец все дать дочищать за нас вот есть американец который зачищает а есть человек который именно хорошо знает английский вот который человек хорошо знает английский американцы читают текст и периодически им что-то не нравится но вот мы как бы взяли второй вариант посмотрим по повысим качество еще вопрос есть запуск везде один и тот же вопрос бюджет аскар то есть независимый высок конкуренту не высок конкуренту просто надо иметь товар на остатке нам понимать если конкуренты продают нам по 100 по 200 по 300 штук день соответственно вы везете уже не пятьсот и тысячу а везете пять тысяч тонн или десять тысяч если вы сами представьте у вас топовые продавцы продает нам по 100 штук по 200 вот и получается так что надо раздавать очень много надо и доливать другими средствами просто вы не сможете столько раздать на самом деле если высок конкуренту ниш ну а так работать можно с любыми нишами тактика продвижения я уже несколько раз повторял все одно и то в предыдущих роликах то же самое просто все это умноженное в большем количестве а вот усилить усилить внешним тратиком пока что я не могу я таких не знаю людей к сожалению пока если будут обращайтесь с удовольствием пообщаюсь на и найдем чем заняться вот если говорить про тпс и тоже общаемся усиливаем свои возможности просто не высоко конкурентно ниши просто надо больше денег я вообще не вижу проблем на амазоне продавать ну сами прикиньте если вы товар там 50 долларов будет продавать за 20 долларов если вы будете там пи пи си валют там немедленно денег если вы будете в раздаче сотни раздавать там не верифай заливать и так далее делается обалденные фото шикарный лисин до вас практически гарантированный продаж я не знаю что надо сделать как надо лохануться чтобы там не продавать проблема зарабатывать это да ну вроде как бы первую проблему давно уже прошли вторую проблему тоже проходим как решается вторая проблема чем вы лучше выберете товар тема меньше потратить на продвижение вот и все требует ли amazon фото товара на упаковке насколько я знаю нет там требует он что но мы что пишем на упаковке я бы сказал это если если мы сделали логотип то есть какой-то лога мы пишем соответственно штрих-код fsmk ukd именно и и песк да и fsmk и и пишем агент чайны ну если чайны произвели а если произвели каком-то вьетнаме таиланде пакистане и индии пишем маду им там соответственно больше ничего не пишем вот так что так ну давайте тогда на сегодня закончим в четверг в четверг все-таки надеюсь что будет гость тематика будет это юрист вот юридическая тематика у нас на данный момент таблицы инструментов по крайней мере кого я знаю это и приглашал я кабеля кабеля закрывает все принципе вопросы но я с ней сотрудничал поскольку постольку первая проблема то что я не знаю языка вторая то что она особо не идет на какие-то там ну так скажем партнерские отношения вот потом нас есть синтей келли это вообще космонавты то есть там к ним как смоль на стучаться я в любом случае еще партнеров нормальных по всем направлениям то есть неважно фотограф и все остальное чем выше уровень тем будем их менять на более низкий уровень то есть конкуренция будет я считаю группе полезность специалисты самым высокого уровня потому что конкурировать по-другому никак не смогу вот вот сейчас юрист как бы будем общаться с юристом посмотрите расскажут чему вот потому что я сотрудничаю с одним юристом только это александр дима который занимается таком арке и патентами вот в этом отношении мне в принципе все это закрывает никаких вопросов но огромное количество проблем связанных с банным с аккаунтами со всеми вот этими вещами вот по амазону связаны с открытием фирм с открытий счетов с открытием там я не знаю там грин карту хоть получить но я не знаю кому что нам вот нужны юристы без юриста в америке делать ничего если у нас по крайней мере будет нормальный чувак который разговаривает по-русски и у них мощная структура которая работает и в европе и в америке вот мне кажется это будет круто но опять надо пробовать не попробуешь не узнаешь так что готов перелопатить эту историю так всем спасибо кто был я приятно удивлен 65 человек наверное надо лайвы реже проводить раньше помню по 30 человек приходил не больше вот как всегда лайвы понедельник четверг так как я пока на данный момент их веду один вот но извиняюсь не всегда получается но стараюсь всегда их проводить вот так что до четверга 20 00 по москве всем удачи всем пока хороших продаж все что было хорошо пока